Работа вертолета, если не ошибаюсь, три с половиной тысячи долларов за час. Чуть-то немножко простудились, походу. У меня плечи отпи***тся. Высота уже чувствуется, можно попасть в рай. Горняшка начинается. Продолжение следует... Сейчас через полчаса завтрак должен быть, и пойдем дальше. И толком еще что-то и не спали даже сегодня. Горняшке вроде рано. Фиг знает. Вот такая вот, скажем, столовочка. Печку жалко еще не растопили, очень холодно. Вообще-то чуть-чуть, да? Вот, вчера итоги дня не подвели. 17, да? Мы вчера пошли 17 километров и набрали высоты 800 метров. 800, да? И самое, наверное, красивое место на маршруте был Тиманка. С видом на Монослов. А сегодня, что-то сомневаемся, что получится, но хотелось бы дойти до верхнего писанга. Это набор высоты еще на 750 метров, но там еще и сброс приличный будет. И идти 14 километров. Не уверен, что мы сегодня осенне. У меня плеча пи***тся. Ну, не в том смысле, что мышцы как бы устали, у меня непонятно. Конечно, непонятно, что ты с кожей. Вышли мы сегодня только в половине восьмого. Вместе с теми ребятами. Там еще впереди много таких. Реченька-реченька-река. Стена Мани. Здесь тоже автоматизировано. От ветра вантеры идут туда? В пространство, правильно. Вон ступа. Будистская. За завтрак мы отдали сегодня около 700 рупий. Две каши овсяных по 250 и двое имбирных чая по 90 рупий. Идти сегодня тяжелее, высота уже чувствуется. У меня утренний пульс вообще 90, хотя он обычно не больше 60. А дышечка такая даже при небольшом градусе набора высоты. Сегодня 16 ноября, третий день трекинга, четверг. И сегодня у нас наконец-то начинает действовать туристическая страховка, которую мы оформили только за день до вылета. А страховка начинает действовать только через 5 суток после ее оформления. И при поездке в Непал, при трекинге в горном, обязательно нужно оформлять страховку. Причем страховку не только для трекинга, но и с возможностью эвакуации вертолета. Так как, например, если брать кольцо на Пурне, то выше Монанга вас никто забрать ни на чем не сможет. И в ряд только один вертолет. Кстати, вот вертолет летит. Слышно. Это уже за кем-то летят. Так что лучше переплатить за вертолет, так как стоимость работы вертолета, если не ошибаюсь, 3,5 тысячи долларов за час. Это начиная с момента его взлета в Катманду. Сюда. Как жаль. Столько вот народу ходит на треки. В октябре, наверное, еще больше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мудрит духу что-то сегодня не бодрит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Они поймут, сверху это что? Снег. Мы даже умудрились обогнать группу американских туристов, без рычагов, не англичаников. Это не англичаников? Ни англичаников. А, это я говорю, что это англичаников. Даже каким-то образом мы умудрились обогнать. Мы идем довольно-таки медленно. Нам еще около двух километров до деревни. Декурпоха реком называется. Здесь уже при приближении открывается вид на гору Сваргда-Дварг. По легенде считается, что если пройти по ее гребне, то можно попасть в рай. Ну, как бы название ее переводится как ворота в рай. Вот водичка ездит 150 рупий. Все криво, наверное, где-то 100 рубля. Я думаю, это время нам ближе. Да? Что-то, конечно. После подъема Кротова. Вот народ отдыхает. Продолжение следует... С большим трудом добрались до декурт-похори. Сели в кафешку, заказали часу-ночный суп. Мне за 300 вегетарианский, Надя, 380, по-моему. Ну, все-таки овощной. Овощной, а какая разница? Смысл на нигде. Ну, чесночный, он тоже вегетарианский. Ну, да. Два имбирных чая за 90. И тибетский хлеб за 250 или 300. 250 или 300. Вот. И перед нами как раз забыл название. Сварга-Дварг. Вот так вот выглядит, чтобы быть сегодня, что-то. Более, чем на 1000 рупий. Бон аппетит. В общем, гарняшка начинается. Весь обед съел, в принципе, я. Надя не полез обед. А у меня при этом, при этом пульс тут, в принципе, нормальный. 80, а у меня в состоянии покоя сейчас 120. Ну, аппетит у меня отменный, в принципе. Какие-то нестыковочки у нас в этом плане. Мы, наверное, скорее всего, сегодня здесь переночуем. Сейчас найдем гест. Скинем вещи и, может, прогуляемся немножко повыше, чтобы получше акклиматизироваться и допустимся ночевать сюда. До Песцанга мы сегодня не пойдем. Нет, ну, может, дойдем налегке, но не факт. Ну, в общем, далеко ходить не стали. Оттошли от того места, где обедали. И дошли до отеля Камала. Камала. До отеля Камала, такой приличный. Отельчик двухэтажный. Ну, номер такой. С окнами во все стороны. Туалет, ванна в кафеле. Туалет, унитаз. Стоимость 450 рублей. А, ну да, мы сегодня от Чамэ до Дуку в Попхаре дошли где-то за 5,5 часов. Силы нас тут покинули. Покинули сейчас свечи. Покинули. И идем на климат. Прогуляемся в сторону Песцанга. Да, кстати, тут два Песцанга. Верхний Песцанг и нижний Песцанг. Это как у нас на Кавказе. Верхний у рук, средний, нижний. Вот. И через верхний Песцанг идти немножко дольше. И нужно набирать высоту. Но при этом виду того стоит. Вообще считается, наверное, по огромному количеству отзывов, участок трека в районе верхнего Песцанга считается самым живописным. Заселившись в отель, поняли, уже находясь в номере, что розетки нет. Как бы здесь нормальное явление. Розетки могут быть только в столовке, еще где-нибудь. И за них могут требовать плату. Я думал, что это будет как-то повыше. С учетом того, что здесь есть дорога, вроде как электричество. Ну, пока пауэрбанк. То есть, или мы не будем платить. А, ну и написано, что в отеле есть бесплатный Wi-Fi. Насколько он бесплатный, мы узнаем попозже. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 овощной карри по факту из овощей там только капуста то есть что-то типа щей но без мяса без картошки без морковки сколько 300 350 рублей как то так а для сравнения пиво стоит в среднем здесь а чуть-чуть вот водка 580 рупий за стопку ром 580 пиво 580 за бутылку 0,65 за пинто в общем вот и видимо сегодня настало время уже использовать пуховые куртки надела тоже надела а я наверно я бы и сегодня в принципе тоже надел бы с удовольствием в итоге дня прошедшего прошли мы сегодня а сколько тут? 11 могу ошибаться по-моему 11 километров от чем мы до декорпокхоли остановились здесь и где-то у нас туда обратно до вечной описанок ушло 2 часа времени и минут 40 мы потратили там это получается отсюда где-то километр наверное 3 может чуть поменьше вот появились первые симптомы горняшки оттышка и вообще усталость как накопилось холодно что-то такое ощущение кстати мы ушел в эту деревню декорпокхоли вообще одни ночи из туристов что там какие яркие впечатления а вай-фай у нас вот первый раз все время мы тут чуть-чуть воспользовались что какие-то ворота в райном да и верхняя писанка деревенка прикольная вот ну как-то сегодня тяжко-тяжко шли посмотрим что завтра до завтра вон и и и и и и Продолжение следует...